На этих кадрах в виде обращения вокального коллектива «Рябинушка» из села Красный Яр хор просит помощи у Владимира Путина, чтобы тот поспособствовал строительству в населенном пункте Дома культуры. Поддержите нас, пожалуйста. Помогите и положите нашу просьбу в свою знаменитую зеленую папочку. И это будет гарантия того, что в селе Красный Яр появится новый клуб. Кирпично-одноэтажное здание площадью свыше 400 квадратных метров и стоимостью больше 22 миллионов рублей появится на месте Старого Дома культуры рядом с местным парком. Предыдущая бревенчатая обитель искусства 1956 года постройки давно обветшала. Здание снесли. Кладка выложена, все фронтоны, все карнизы все уже поставлены, перегородки доделываются, практически 70% уже оштукатурено все. Сейчас второй этап у нас идет по электрике, электрику закидываем и соответственно уже шпаклюем, выводим в чистовую, заливаем полы и кровлю, буквально на днях кровля начнется уже. По плану к концу года Дом культуры будет готов. Это вместе со зданием и благоустроенной территорией, где высадят газон, разобьют клумбы, оборудуют тропинки и парковку. Очень ждем. Мы даже представляете, ну в общем года 3-4, наверное, Новый год на улицах встречали. Вы представляете, какой холод, какое неудобство. Новый клуб также предполагает зрительный зал на 100 мест, два тренажерных зала и библиотеку. А уже к привычной культурно-досуговой деятельности прибавится еще несколько клубных и любительских формирований. Это и новое арт-пространство для молодежи, и гончарный клуб, шахматная школа и школа волонтеров. Таким образом клуб станет современным креативным пространством. Каждый в нашем клубе должен найти занятие по душе. Обязательно должно быть и пространство просто для отдыха. Я не знаю, что это будет. Может быть, это будет небольшая кофейня, но что-то должно быть и для этого, чтобы сюда могла прийти молодежь. Ну, молодежь у нас, конечно, любительница потанцевать в связи с тем, что у нас не было такого пространства, у нас не было дискотек в последние годы. Но я думаю, что сейчас будет зал, который трансформируется, и можно будет и дискотеки проводить. Да и сам вокальный коллектив «Рябинушка» претерпит изменения. Хор расширит, сделав из него коллаборацию старого состава участников и молодежи. В «Рябинушке» я участвую уже четвертый год. Ну, нравится, хорошо, общаемся. Соскучились по выступлениям? Очень соскучились, очень. Это же настроение. У себя совсем другое ощущение. И людям доставляем удовольствие. С 2015 года в роли ДК выступает компьютерный класс бывшей Красноярской школе, как говорится, в тесноте да не в обиде. В период самоизоляции творческие коллективы репетировали кто как мог дистанционно или в одиночку дома. С послаблением ограничений стали выбираться в парк. В парке есть сцены и тренажеры. Пока новый клуб строится, поддерживать здоровый образ жизни можно здесь. А новый соцобъект воздвигают в рамках национального проекта «Культура». Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ из Чердоклинского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова